Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем наш разговор на тему счастья. Единственный ваш долг, напоминаю, в этой жизни быть счастливыми людьми. И мы с вами учимся быть счастливыми. Как стать счастливыми, какие умения, навыки нужно сформировать, что надо знать и что надо делать, чтобы быть счастливыми. А делать нужно совсем немного. И просто жить легко, красиво, свободно и, конечно же, думать о себе, любить себя, ценить себя. Итак, подзарядите себя. Мы нуждаемся в том, чтобы постоянно подзаряжать себя. Чтобы сделать это, мы, возможно, должны иногда уходить от реальности, от эскапизма. Форм эскапизма много. И положительная сторона этого эскапизма – это то, что мы можем набраться сил, подзарядиться. Потому что рутинная жизнь, жизнь в социуме, она истощает, она силы наши отнимает. Поэтому надо восстанавливаться. Уходить, избегать реальности на какое-то время. Сделайте место, в котором вы живете и работаете прекрасными. Сделайте то место, где вы живете, то место, где вы работаете, прекрасным местом. Если у вас есть такой хороший вид на природу, там, где вы работаете, вы будете чувствовать себя наполненными энергией и освеженными, отдохнувшими. Вот. То есть, я как-то говорил об этом. Вот торговые центры, да. По сути, что это? Там нет окон. Вот боксы такие, гаражи. То есть, люди работают в гаражах по 10-12 часов. Ну, вы представляете, да. Конечно, нет энергии. Конечно, чувствуют себя уставшими. Конечно, плохо от этого. Плюс там одна и та же музыка играет и так далее. Да, отсутствует связь с природой. Мы все-таки существа природные. Чем ближе мы к природе, тем лучше. И ведь, на самом деле, вот эти экологические проблемы, они начались, когда люди перестали себя ощущать частью природы, да. Отгородились от нее. Когда экономика стала важнее природы. Вот. Поэтому, вот это, по сути, пыточные условия для людей. Вот эти вот торговые центры, гаражи. Для тех, кто там работает. Вот. А психологи советуют иметь такой вид на природу. Смотреть в окно. Это наполняет энергией. Культивируйте хобби. Культивируйте хобби. Сегодня, сегодняшняя жизнь, это... Сегодня это жизнь. И только жизнь, в которой вы можете быть уверенными. Которая вам гарантирована. То, что есть сегодня. Сегодняшний день. Сегодняшний момент. Настоящий. Делайте максимум, что вы можете сделать сегодня. Интересуйтесь чем-то. Как бы... Встряхните себя. Развивайте хобби. Позвольте... Ветру энтузиазма. Прочесать вас. Как бы... Живите сегодня со вкусом. Ну вот, это Дейл Карнеги. Дейл Карнеги. То есть, Дейл Карнеги призывает жить сегодняшним днем. В настоящем. Интересоваться чем-то. Развивать хобби. И жить с энтузиазмом. Вот энтузиазм, он способен как раз нас... Вот взрыхлить эту почву. Может быть, утрамбованную привычками. Рутиной. Да. И взрыхлить ее. Поэтому живем с энтузиазмом и со вкусом. Вот загореться чем-то. Да. Вот я, допустим, с удовольствием песни пишу. Вот мне безумно это нравится. И вот сейчас мне музыку прислали еще. Очень красивую. Вот я думаю над словами. Как вот ищу те слова, которые будут соответствовать вот этой красоте, оптимизму этого... Свету этого музыкального произведения. Вот. И так далее. И другие песенки пишу. Веселые. Скоро вы их услышите. Так что... Энтузиазм во всем. Вот. Увлечения мои, хобби. Деятельность моя тоже. Я этим занимаюсь с энтузиазмом. Необходимо хобби человеку, чтобы испытывать удовольствие и радость от жизни. И так много деятельности, которую можно сделать. Которой можно заняться. От коллекционирования открыток до садоводства и улучшения дома своего. Можно дизайном заниматься. Интерьером, например. Вот у меня есть знакомые, которые свои дома сделали по своему вкусу. Очень интересные там. Вот мир. Создали мир свой. Вот. Если они согласятся, то, может быть, как-нибудь получится сделать видео и вам это показать. То есть вот, пожалуйста, люди... Это тоже хобби хорошее очень. И через вот это хобби, увлечение человек самореализуется и живет со вкусом. И получает удовольствие, раскрывая свой творческий потенциал. Увлечения сделают вас более интересным человеком. Ну, конечно, когда... Ведь человек не просто покупает там что-то, да? Он интересуется, например, какая-нибудь голова Будды. Да, а что? А кто это такой-то был? Что это такое? Кто такой Будда? И вот начинает читать про Будду, про буддизм. Например, да? Вот. Жизнеописание Будды. Его взгляды. А потом и... Книги на тему буддийской философии. Вот. Казалось бы, предмет, а он... Обычный предмет, а он способен вот вызвать интерес и к... К многому другому. Вот что такое увлечение. То же самое... Коллекционирование открыток. Да. Благодаря этому или марок, или монет. У меня есть знакомый один мой редактор. Редактор моих англоязычных книжек. Он собирает античные монеты. Например. И приобретает, и рассказывает про эту эпоху, там, Цезарь, еще там что-то, да? Как интересно, вот эта монета, там, сюжет. Вот. Интересная жизнь. Коллекция. Хобби. И это делает... И это сделает вас интересным человеком тоже. Вот. Как увлеченно может человек рассказывать про что-то, да? Да. Действительно. Там и какое-нибудь жизнеописание Цезарей, да, и так далее. Это потому, что вы... У вас будет что-то, о чем вы можете поговорить, и чем вы можете себя занять. Ну, вот самое, конечно, грустное, это пустой человек. Пустой. У которого нет ни хобби, ни увлечений. Он ничем себя не может занять. У него такая пустая жизнь. И он что делает? Вот эту пустоту как-то же надо заполнять. Это же огромное испытание. Это проблема. Это боль. Ощущение пустоты вызывает душевную боль. Как ее? Чем ее заглушить? Вот. И сюда вот алкоголь, да. Деструктивное поведение. Какие-то просмотры телевизора. Наркотики. Вовлекайтесь в задачи или хобби, которые будут для вас вызовом. Как бы будут вас мотивировать двигаться вперед, решать проблемы, да, какие-то. Искать ответы на вопросы. Но в то же самое время не перегрузят вас, не подавят вас. Увлечение приносит удовольствие, радость, веселье и чувство последовательности. Это помогает делать работу в определенных областях. Когда вы бросили себе вызов, вы получите огромный опыт удовольствия. Потому что вы сможете решить задачи определенные. Но я не знаю, например, поехать на какую-то выставку, купить какую-то вещь или обменять ее. А потом, если вы что-то коллекционируете, вы можете войти в круг коллекционеров. Коллекционеры интересные люди. Вот я знаю нескольких коллекционеров. На нашем канале есть с ними интервью. Вот один человек, он коллекционирует иконы. Иконы подписные. Вот он собрал коллекцию, прекрасные там замечательные иконы у него. Очень красивые, редкие. Вот другой человек, коллекционер мирового уровня. У него вот один таллиннские иконы, а второй московский коллекционер. У него тоже там и археология, и живопись, и много всего интересного. Вот тоже интересный человек. Вот будете искать что-то, вот выйдите на этих людей интересных. Будет о чем поговорить. Ваша жизнь сразу станет интересной. Они вам массу историй расскажут. И вы увидите много всего интересного, помимо того, что вы ищете даже. Ваш кругозор очень расширится. Мне тоже повезло. Вот у московского коллекционера я видел иконы Сергея Параджанова, режиссера, которые в фильме были «Тени забытых предков». Вот какие-то еще интересные вещи. Общался, вот. Расширялся мой кругозор. Пожалуйста. Как это интересно, все здорово. Я коллекционировал графические работы. У меня есть коллекция небольшая. Вот тоже. Общался с художниками. Интересные люди. Все разные такие. Вот. Богема. Богема. Тоже развивался благодаря им. Ну и вот эта красота. Истории разные, да. Альбомы смотрели. Общались. На выставке я ходил. Понимал где. И вот так мой вкус формировался. Что действительно ценно. Что так. Вот мой эстетический вкус. Коллекция карикатур у меня вот интересная тоже есть. Так что. И интеллектуального рисунка. И карикатуры. Интеллектуальные карикатуры. Вот такого нет сейчас. Вот. Так что. А у меня есть. Вот я это вижу. Очень глубокие, интересные работы. Их. Конечно. Надо бы выставлять. Книги. Публиковать. Пока. Пока. Вот это. Ну да. Это надо бы сделать. Конечно. Сейчас я говорю просто о себе. Да. О том, что делала мою жизнь интересной. Дальше. Возможно вы захотите рисовать. Создавать скульптуру. Или. Вот. Разные горшочки. Да. И. Изделия из глины. Вот у нас. В старом городе. В Таллине. Есть. Такие. Мастерские. Там. Проводятся мастер-классы. Вот. Человек может прийти. И. Создать. Что-то. Вот. Это очень популярно. Постоянно. Народ. Мы. Нам. Также. Следует. Путешествовать. И. Получать. Удовольствие. От. Других. Культур. И. Традиции. В. Других. Странах. Я. Ну. Вот. И. Почему. Я. Стал. таким. Толерантным. Чеком. Потому. Что. Путешествовал. Много. Допустим. Когда. Ты. Вот. Я. Пожил. Арабской. Стране. В. Марокко. Вот. Погрузился. В. Эту. У. 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 арабской культуре или именно культура, я сейчас не говорю про религиозный фанатизм, это и там не приветствуется тоже, нигде фанатизм не приветствуется, просто про культуру говорю, расширяет кругозор, конечно, традиции разные, вот я помню меня пригласили на мероприятие какое-то, там отмечали, что-то отмечали там, какой-то этап в жизни ребенка, вот, и собрались родственники, знакомые, вот меня позвали туда, и вот что там, как они там ели еду, готовили, все это, общались, очень интересно было, что они ели, как это проходило все, это интересно, особенно поначалу, эти традиции разные, да, посещайте галереи, галереи и учитесь воспринимать искусство, показываемое, демонстрируемое в этих местах, и это даст вам более яркое и лучшее понимание человечества, вот тоже, вот тут я вспоминаю Антверпен, где я жил, Антверпен, это Фландрия, Бельгия, там очень много галерей, и я со многими галеристами познакомился, вот, и антикварами тоже, интересные, много интересных людей, и конечно с художниками, вот постоянно там менялись эти выставки, и очень интересно, очень интересно было, как каждый там по-разному рисует, видит и так далее, и вот тут я понял, да, что миров очень много, что каждый человек это свой мир, и действительно такое многообразие взглядов на жизнь, вот, это очень расширяет представление о человечестве, и разные культуры, тоже представители разных культур, Антверпен, он такой многонациональный год, вот, здесь очень все здорово, прекрасно и интересно, и вот я пообщался, есть интервью с некоторыми художниками, на испанском языке, по-моему, есть, и так далее. Ходите в музеи и изучайте историю наций, и развитие различных культур, расширит ваш взгляд на жизнь, и сделает вас способными принимать мир, которым мы сейчас живем, принимать мир таким, какой он есть. нам следует развивать привычку посещать театры, присутствовать на спектаклях, музыкальных и оперных представлениях, вот, тоже очень хорошо это все. Эта активность будет влиять на ваш, на ваш творческий дух, и омолаживать вас, и вдохновлять вас, воодушевлять и так же это даст вам очень много веселья и удовольствия. это поможет вам вовлечься, быть вовлеченными в вот в это вот креативное искусство, да, тоже, стать креативным человеком, творческим человеком. Попробуйте рисовать маслом, карандашами, акварелью. Используйте различные материалы, такие как металл, глина, пластилин, фарфор и создавайте скульптуры и керамические изделия. Присоединитесь к танцевальному классу или научитесь играть на музыкальном инструменте. Вот тоже у меня есть знакомый один, он научился играть на дудуке и так здорово играет, прекрасно играет на дудуке, различные мелодии и вообще потрясающе. Счастливые люди имеют склонность быть вовлеченными в досуговую активность, благодаря которой у них формируются навыки. Вот баланс, да, между работой и досугом. Обязательно нужен досуг. У людей нет досуга, поэтому они несчастные. Сделайте это своей практикой, быть вовлеченными, вовлекать себя, быть вовлеченными во всём, занимать себя, быть занятыми творческой работой, быть занятыми новыми, новой активностью хотя бы раз в неделю. Стремитесь к балансу, чтобы чувствовать наслаждение, энтузиазм и удовольствие, радость, восхищение в том, что вы делаете. Нам следует быть уверенными, что мы не перенапрягаемся и не перебарщиваем с определенными вещами. Это относится ко всем областям, сферам жизни, таким как питание, работа, развлечения и выпивка. Стремитесь к балансу и тогда жизнь будет приносить вам удовольствие. обеспечение баланса, это основное для счастливой жизни. Так же как мы нуждаемся, так же мы нуждаемся в балансе энергетическом, чтобы был баланс энергии, времени и фокусироваться на том, чтобы расходовать время на различные сектора нашей жизни, сферу жизни. Да, то есть обязательно баланс различной сферы жизни, отдых, нужно отдыхать столько, сколько нужно отдыхать. К сожалению, вот сейчас жизнь она в таком дисбалансе, люди в основном работают и поэтому живут в стрессе и мы будем в следующем ролике говорить на тему стресса, что вот этот консюмеризм, общество потребления, оно привело к дисбалансу, к стрессам, поэтому люди несчастливы. Что же включает в себя этот баланс? Он включает в себя наше я, нашу семью, наших друзей и нашу карьеру. Когда вы проводите слишком много времени и концентрируетесь на каком-то одном аспекте вашей жизни, это нездоровая жизнь. Вот, например, тудоголизм, нездоровая. Практикуйте визуализацию время от времени, визуализируйте счастливые ситуации и вот в этой вот счастливой ситуации, в счастливых ситуациях и вы вскоре обнаружите, что это с вами происходит. У меня есть психотренинг, сеанс визуализации, приобретайте его, очень хороший сеанс визуализации, научитесь расслаблению и научитесь визуализировать нужные вам ситуации. И уйдет внутреннее напряжение, потому что вот многие проблемы наши связаны с этим внутренним напряжением, особенно в отношении с людьми. Люди не любят нервных, так и говорят, напряженных внутренних. Вот, поэтому надо научиться визуализации. Так что рекомендую тем, кто чувствует напряжение, только как струна натянутая, приобрести такой сеанс, релаксационный сеанс визуализации, научиться расслабляться и визуализировать те ситуации, которые потом станут реальностью, реальными для нас. Так что во всем нужен баланс. Сегодня мы поговорили на тему важную и интересную, еще дальше продвинулись в изучении счастья, в том, приобрели больше знаний на эту тему, как стать счастливыми. А в следующем видео мы с вами поговорим о стрессе, как быть со стрессом, эффекты стресса, очень негативное влияние оказывает стресс на здоровье человека и узнаем, что генерирует стресс и как отвечать на вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Об усталости поговорим, недостатке удовлетворенности и как о себе заботиться, что для этого нужно делать. спасибо за внимание, спасибо, что смотрите. Напоминаю, что для спонсоров у нас есть бонусы в виде видеороликов по психотерапии. И спасибо тем, кто делает донаты, поддерживая наш канал. Ну и самое главное, благодарность тем из вас, кто работает над собой, конечно же, и становится счастливым человеком. Чем больше счастливых людей будет, тем лучше. это путь к решению проблем, изменение самих себя. Изменить себя. Вы знаете многие, как сложно изменить другого человека. Вы можете, как сложно изменить другого человека, да, потому что мы не можем себя-то изменить, а как вы измените другого. Поэтому, чем больше счастливых людей, тем лучше для всех. И тогда только поменяется наша жизнь. Только тогда, когда вот внутренне гармоничные люди появятся, да, сбалансированные, которые хотят радоваться жизни, получать удовольствие, которые любят себя и ценят себя. У которых много увлечений, хобби и огромнейший потенциал творческий, который они реализуют, да, вот самореализованных людей. Тогда изменится и жизнь вокруг нас, и станет жизнь безопаснее. Люди будут меньше болеть, люди будут общительнее, больше будет радости, любви, доброты и меньше зла будет. Потому что кто зло делает? Делают люди несчастные. Несчастные. Вот как говорят, нет плохих людей, есть люди несчастные. Значит, стать счастливым, значит победить зло. Спасибо за внимание и всем счастья. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.